РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОСТРАНСТВЕ ПУТЕШЕСТВУЕМ СО СМЫСЛОМ Галилейское море – это, как известно, огромное озеро, которое издавна питает пресной водой большую часть Израиля. На западном берегу озера стоит древний город Капернаум, основанный еще за 500 лет до нашей эры. Некогда через него пролегали торговые пути от Средиземного моря в Малую Азию. Однако прославилось это поселение тем, что именно здесь Христос обрел апостолов Андрея, Петра, Иоанна, Иакова и Матфея и совершил множество чудес. Христианская община в Капернауме появилась уже во II веке. Через сто с лишним лет здесь была построена Первая Церковь. Во время нашествия персов ее разрушили, а землетрясение, случившееся вскоре после этого, довершило разрушение. Многие века в городе царило запустение, и только в конце XIX столетия греческая православная церковь выкупила участок земли с руинами, чтобы организовать здесь монастырь. Сейчас церковь XII апостолов с ее ярко-красными главами, построенная в 1930 году, является символом Капернаума. Выглядит храм весьма своеобразно. Он как будто сложен из белых кубов разной величины. На их фоне огромные алые полусферы куполов смотрятся особенно эффектно. По преданию, церковь в Капернауме стоит на том месте, где Христос исцелил расслабленного. Внутреннее пространство храма порадует вас своими росписями, выполненными в необычайно ярких, радостных тонах. Церковь окружает роскошный пышный парк, в котором свободно гуляют куры, гуси, павлины. Собаки, вместо того, чтобы охранять территорию, ластятся к паломникам, поток которых круглый год не иссякает. Содержит обширное хозяйство обители единственный греческий монах. Во дворе под навесом из вьющихся растений стоят каменные столы. Это необычная летняя трапезная выходит на самый берег Галилейского моря. Иногда смотритель монастыря нанимает поваров, и те готовят угощения для паломников. Если вам посчастливится здесь отобедать, то непременно попробуйте так называемую рыбку Петра, галилейскую телапию. Чтобы попасть из Иерусалима в Капернаум, нужно сначала добраться до Тверии. Это довольно крупный город на побережье Галилейского моря. Здесь можно воспользоваться бесплатным автобусом, который курсирует вокруг озера, а можно сесть на маршрутку номер 459. В Капернауме заблудиться не получится при всем желании. Территория этого археологического заповедника невелика, а красные купола греческой церкви 12 апостолов видны с любой ее точки. С вами путешествовал я, Дмитрий Серебряков, а программа подготовлена по материалам журнала «Православный паломник». Пространстве Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин